Большие белые хлопья мягко ложатся на крыши домов, на пустые ветви деревьев укутывают мягким покрывалом дороги. И это волшебно, когда смотришь в окно. Но все это восхищение красотой заканчивается, когда выходишь на улицу и попадаешь в реальный мир. Пройти невозможно, проехать еще сложнее. Это, как никто другой, знают специалисты коммунальника. Работы не початый край, и она не заканчивается. Задействованы все, и людям, и техникам. Предприятие коммунальник заблаговременно подготовилось к сложным погодным условиям, к зимним погодным условиям. Заготовили 25 тысяч тонн песчано-соляной смеси, которыми обрабатывается проезжая часть улиц. У нас при сложных, прогнозируемых сложных погодных условиях сформирована дежурная смена, которая круглосуточно находится на работе. В случае образования зимней скользкости выезжаем на линию. Это порядком может быть при сложных погодных условиях 31 пескоразбрасыватель, 11 тракторов со щеткой с отвалом, 14 погрузчиков снега в случае необходимости. И если понадобится вывозить снежные валы сформированные, это 19 самосвалов. Переменчивость погоды не застала представителей коммунальных служб врасплох. Ведь они в эту пору работают в круглосуточном режиме. Как говорится, все и вся в полной боевой готовности. График работы 24 на 7. И все для того, чтобы жителям было комфортно. Если у нас гололед, если у нас какой-то дождь или снегопад, люди выходят даже в выходной день. Сложность этой работы заключается в том, что нельзя сию же минуту посыпать буквально все. Человек, который работает здесь, сначала он должен размести остановочки, переходы, а потом уже начинают посыпать люди. Конечно, нам помогает наша механизация, потому что у нас для этого есть щетки, для нас для этого есть пескоразбрасыватели, которые даже в сложные минуты, они приезжают, та же у нас улица Набережная, ее можно просто посыпать пескачем. Первое, к чему приступают работники коммунальных служб, это противогололедная обработка мостов, путепроводов, крутых подъемов и спусков, площадок на остановках общественного транспорта по всем магистральным и периферийным улицам. Дальше, исходя из ситуации на дорогах, осуществляется обработка пескосоляной смесью. Благодаря раннему началу работы коммунальники к полудню стабилизируют ситуацию в городе и продолжают следить за погодной обстановкой. В нашем районе, район Наганово, Энгельсо, Гоголь, я смотрю, работает оперативно и нормально. Головет немножко был, пару дней назад, где-то в субботу, когда одновременно шел, до сюда было немножко скользко. Потом оперативно подсыпали еще. В принципе, мне нравится. Хорошо убирают, нормально, все временно. Несмотря на то, что снег потихоньку тает, коммунальные службы продолжают очищать от белого ковра тротуара и остановки общественного транспорта, и на протяжении всей зимы будут обеспечивать комфорт брещан.